Носки он мне подарил, сказал, вам нужны носки для сна. Я говорю, у меня есть носки? Он говорит, нет, 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 носки нужны. Потрясающие виды, ну то есть вы идете, примерно 70%, там 80% пути, вам красиво. В Португалии, знаете, вот вы идете, налево светит солнышко, справа висит там огромная грозовая туча. Очень часто вы будете выдвигаться еще когда темно, и вот утро, потрясающий свет, потрясающая природа. Добрый вечер. Итак, Камин де Сантьяго, легендарная дорога, по которой тысячи людей веками идут, идут и идут. Все дороги начинаются с разных мест, но ведут они все в город Сантьяго де Компостелло, где по легенде находится мощь святого Иакова. И вот эту дорогу я прошел буквально месяц назад. Хочу с вами поделиться некоторым опытом, вот именно своим, зачем я туда пошел, как я это сделал. Но сначала я хочу рассказать немножко о самом Камину. То есть это вариации дороги, чтобы вы понимали, можно идти с разных-разных-разных точек Европы. Изначально это был, ну, такой, скажем так, духовный путь. Католики шли к мощам одного из апостолов. Я прошел португальскую дорогу от города Порто до города Сантьяго де Компостелло, и оттуда еще пошел на край света, на Сфестеро. Ну и, собственно говоря, первое, о чем я хочу с вами поговорить, это зачем идти в каминок, какая вообще причина. И вообще выделяют как бы три причины обычно. Это религиозная причина, духовная причина и историческая или культурная. И перед тем, как вы пойдете, я вам очень советую задуматься вообще, зачем же вы идете к Камину, потому что, ну, как минимум потому, что у вас часто будут спрашивать. У вас будут спрашивать другие пилигримы. У вас будут спрашивать, ну, скажем так, в тех местах, где вы будете ночевать. Когда вы дойдете до Сантьяго де Компостелло, вас спросят причину, по которой вы идете. И если вы идете по религиозной или духовной причине, вам выдадут специальную бумагу на латыни. А если вы пошли, ну, просто посмотреть там быт, природу, то вам выдадут, ну, грубо говоря, сертификат. Итак, религиозная причина – это если вы католик и совершаете поломочиество к мощам святого. Святого. Духовное – это то, что на английском называется spiritual. Вы потерялись, вы ищете дорогу какую-то. Это вот это вот все. Вы хотите найти какие-то новые смыслы. Вот это все духовное. Ну и историческое, культурное. Вы хотите познакомиться с культурой, с бытом. Сначала я расскажу немножко про свой камина. Я шел португальскую дорогу, но там есть несколько вариантов. Там есть прибрежный, так называемый, путь, есть центральный путь. И я эти моменты, я их смешивал. То есть я вышел с города Порто и первые три дня шел по так называемому прибрежному пути вдоль океана до города Виана-Дукоштелло. Дальше я сел на автобус, доехал до города Понти де Лима. И там начался уже центральный путь, по которому я шел вверх-вверх-вверх-вверх-вверх. Вот так вот пересек границу с Испанией в городе Туй, дошел до города Пантеведро и ушел на так называемый кусок пути, который называется Спиритул. Это еще там плюс 70-80 километров. Дошел до города Сантьяк-де-Компостелло и оттуда двинулся уже вот в эту точку, уже не уместился на карте. Вот. И, собственно говоря, прибрежный путь выглядит вот так вот. Первое время вы идете вдоль океана. Океан совершенно потрясающий. В некоторых местах он как бы не в бухтах, он открытый, вы идете и чувствуете всю вот эту силу. Большая часть дороги, вот первых трех дней, это вот подобного вида помоста, ну, которому вроде как идти легко, но, например, на тех же палках идти, но не очень удобно. Вот. Были реки, которые вот я переходил по подобным мостам, были леса, в общем, это очень-очень красивое место. И вообще камина – это такой, знаете, это не трек, это не поход. То есть сразу поймите, что много времени вы будете идти через города, вдоль каких-то дорог, трасс, но будет много мест, будет много условно дикой природы. То есть вообще в Европе, ну, вот эта вот фотография сделана, наверное, метрах в трёхстах от города, то есть там вот прям природа. Собственно говоря, это последняя точка моего приближного пути, это самая высокая точка города Виан-Духаштелла. Вот, я тогда поднялся, сделал фотографию и побежал вниз заселяться. Дальше я на автобусе доехал до совершенно потрясающего такой сказочной пряничной Понти-де-Лима и продолжил свою камину уже по центральному пути. Вот такие места. Это дорога. Это единственное место, которое я не понял, как проходить. Там, ну, в общем, пришлось промочить ноги, скажем так. Потрясающие виды. Ну, то есть вы идёте, примерно 70-80% пути вам красиво. Вы просто идёте и смотрите на всё, что вокруг, вы получаете от этого какие-то силы, вам просто красиво, вам очень приятно идти эту дорогу. Естественно, у вас, ну, поскольку это духовный путь, дорога будет вести мимо различных церквей, соборов. То есть, как бы, предполагается, что вы в них заходите, смотрите. Многие церкви открыты, какие-то закрыты. Сейчас мы, когда дойдём до, как бы, выбора времени, когда идти в камина, мы об этом более подробно поговорим. Вот, просто-просто чудеса. Очень-очень часто вы будете выдвигаться ещё, когда темно, и вот утро, потрясающий свет, потрясающая природа. Это январь. Это январь, поют птички, где-то плюс 10-15. Там иногда светит солнышко, иногда идёт дождь, но, в общем, после наших минус 30, из которых я вылетал, это была просто магия. Это всё ещё центральный путь. И, собственно говоря, я ухожу на следующий кусок, так называемый спиритуал. Знаете, была на самом деле, вот когда я только готовился выходить из спиритуал, в моей голове, я думал, что это будет сейчас какой-то очень тяжёлый кусок пути, думал, что будет много мистики, там вот много тумана. Но потом наступило утро, вышло солнышко, и потрясающая погода. Часть дороги, опять-таки, идёт вдоль океана, чайки. Очень красиво. И, знаете, я пришёл к какой-то такой мысли, что в нашей голове мы привыкли, что все какие-то там знания, какие-то сложные моменты мы должны получать через страдания. Не знаю, если мы делаем какой-то проект, мы там не высыпаемся, там устаем. На самом деле нет. То есть всё может быть хорошо, страдать не обязательно. Вот. Очень красиво всё просто. У меня очень много фотографий, я вот закинул типа 10-15, чтобы просто вы прониклись вот этим вот духом. Ну и, собственно говоря, собор святого Иакова. Место, куда приходят паломники, они сбрасывают рюкзаки, снимают обувь, просто сидят и смотрят на этот собор. Обычно рядом играет какой-нибудь музыкант на волынке. Атмосфера просто-просто непередаваемая. И люди так сидят полчаса-час, дальше начинают потихонечку собирать вещи, искать паломнический офис, где же получить вот эти вот бумажки за своё прохождение. У меня, знаете, у меня было какое-то очень смазанное, наверное, вот смазанное чувство, потому что два последние дня мне просто физически очень сложно дались. У меня было такое настроение лишь бы дойти. Я дошёл, вижу собор, и я понимаю, мне ещё надо заселиться, у меня нету чистых вещей, мне нужно там постираться, там купить еды, я есть хочу, в конце концов. Вот. Но у меня в голове была мысль, что ещё четыре дня у меня будут дороги до мысов-фестера, и, ну, вот это вот понимание, что я дошёл, собственно говоря, ко мне уже пришло этими днями позже. Ну, собственно говоря, после основного камина, вот эта вот фестера, это такая лёгкая прогулка. Там 80 километров, четыре дня. Ну, хорошо, там первый день пройду 20, потом 30 и там чуть-чуть. Вообще, на самом деле, вот цифра, ну, скажем так, я её для себя самоопределил, это 383 километра, по которым я шёл. Это данные с моего трекера, то есть где-то он накинул, где-то у меня, наоборот, часы сели, я там просто трек свой не дописал. Ну, мне нравится эта цифра, она красивая, она какая-то там тройки и восьмёрки есть. Вообще, в моём сертификате написано, что я прошёл 260 километров, но там не посчитана вот эта дорога до фестера, и, ну, как бы вся эта история, она уже, ну, скажем так, стандартизирована. То есть ты приходишь в офис паломников, и там стоит компьютер, где ты просто щёлкаешь галочками, что вот я вышел отсюда, пришёл туда, например, кусок эспиритов, он тоже не учёл, то есть, как бы, ну, его нет. Тем более считается, что эспиритов, там, часть идёт с ногами, часть плывётся на лодке, а я всё время шёл ногами. Ну, то есть там много нюансов, но, как бы, вот такая цифра. И, знаете, вот когда со стороны мне там друзья, ещё кто-то говорят, что, слушай, очень много, вот, может быть, целиком-то много, но по факту, то есть ты просыпаешься такой, так, сегодня я иду 20 километров, хорошо, дошёл, заселился там, поел, поспал, наступил следующий день, там, ещё 15, прошёл. Там на следующий день, там, 35, ага, будет потяжелее, но, как бы, понятно, что... То есть вот эта вот большая цифра, она бьётся на много маленьких-маленьких кусочков, и, как бы, это абсолютно несложно, я имею, там, морально как-то или физически. По легенде, недалеко от мыса Фестера, как бы, находятся леса, в которых живёт самый древний оборотень. Упоминания о нём встречаются в старинных католических документах, там, датированных восьмом веком. Вот, ну, там стоит такая вот... Его зовут Вакнер. В общем, если хотите посмотреть красиво, вот, собственно говоря, мыл с Фестера. Вот, я закончил, собственно говоря, вот здесь вот. Я сидел там, думал о жизни, смотрел, как садится солнышко, там, общался с людьми, которых я на протяжении вот этих вот двух недель там встречал на дороге, ну, и мы просто там сидели и разговаривали. Вот так выглядел мой камина в двух словах. Теперь, собственно говоря, немножко всякой информации полезны не только, собственно говоря. Первое – это как идти к камина. То, как идти к камина, должны решать вы сами. Вы можете идти быстро, вы можете идти медленно, вы можете идти один, вы можете идти с кем-то. Очень часто вы будете встречать паломников по пути, вы можете идти с ними вместе, вы можете разговаривать. Вы можете, наоборот, сказать, что, ребят, извините, но вот там, я хочу пойти один, там, подумать о жизни. Это совершенно нормальная история. То есть каждый в камина идет за своим. То есть вот, опять-таки, возвращаясь вот к первым слайдам, я пошел в камина, потому что в какой-то момент я потерялся, и, ну, мне нужно было просто время пойти, подумать о жизни, и, то есть, куда я иду, зачем я иду. Вот, то есть нету какого-то правила, как идти к камина. Как бы камина нас учит тому, что каждый день мы идем, ну, встаем и идем, встаем и идем, и так вот каждый день. Ну, в общем-то, это перекладывается на нашу жизнь. Ну, каждый день мы встаем и идем какую-то свою дорогу. И, ну, как бы камина, мне кажется, это такой вот опыт вообще всей человеческой жизни, такой очень, очень спрессованный вот в эти вот там немножко километров. Когда идти? Я стартовал 14 января, и закончил я свой камина 3 февраля. Я могу совершенно точно сказать за, ну, скажем так, там есть такое понимание, как сезон и не сезон. Не сезон – это с ноября по февраль, и сезон – это все остальные, все остальные месяцы. Вот что я могу сказать вот прям точно на своем опыте. Очень много мест закрыто в плане жилья, в плане каких-то кафешек, в плане, ну, то есть, просто, просто меньше, меньше всего, где вы можете поесть, попить, там, чего-то купить и так далее. В Португалии холодно, особенно в домах. На самом деле, все говорят, что если ты хочешь согреться, просто выйди на улицу. На улице будет, как бы, вот, получше. Погода. Погода очень непредсказуемая. Я пытался смотреть какие-то там сводки погоды. Мне местные сказали, даже не пытайся, ты выходишь, смотришь, ну, типа, если дождь не идет, он висит вокруг тебя. Мне с погодой, в целом, я считаю, повезло. У меня вот из всех моих дней был только один, когда идти было вот прям невозможно. И то, получается, я большую часть пути проскакал утром до начала дождя, а потом начался дождь, мы там 3-4 километра дошли до ночлега и там остановились. Там прям поливало. А все остальное время, то есть, в Португалии, знаете, вот вы идете, налево светит солнышко, справа висит там огромная грозовая туча. Или ты идешь там, ну, допустим, ну, просто идешь, на тебя вливается просто ведро воды секунд за 5, и дальше опять солнышко выходит. Или там не солнышко. Ну, то есть погода, погода очень переменчивая. Огромный плюс – это мало людей. Мало людей в смысле паломников. Потому что после того, как Паула Каэли сходил в камину, написал свой роман, и эта история стала прям суперпопулярной, суперизвестной, вот в сезон там идет очень много людей. И, ну, вот, когда я шел, ну, условно, я шел один, у меня не было никого там сзади, спереди вот я шел, думал, думал о жизни, смотрел по сторонам. А в сезон это прям вот большой-большой поток людей, которым нужно где-то жить. Вот. И, собственно говоря, это один еще из плюсов. Всегда есть место, где вы можете остановиться. Даже с учетом того, что многие гостиницы вне сезона закрыты, вы всегда найдете точку, где вам остановиться. Всегда будут места в альберге. У меня было два этапа, где было проблемное жилье. Как бы, о первой проблеме я знал еще до вылета, поэтому я просто немножко перестроил свой маршрут. И, ну, скажем так, я точно знал, что первый день мне нужно будет идти 40 километров, потому что вот во всех городах по пути все закрыто. Вот. И, ну, условно, там в середине пути мне пришлось остановиться там в частной гостинице, потому что место, ну, просто, опять-таки, все было закрыто. Это вот, наверное, и плюсы, и минусы вне сезона. Это март-октябрь. Ну, скажем так, я общался с другими паломниками, я общался там со своими друзьями, которые тоже там ходили камина. Значит, из плюсов, естественно, все открыто. Говорят, что очень жарко. У меня коллега ходила в камина, по-моему, в октябре, и у них была аномальная плюс 40. Вот как эту дорогу идти в плюс 40, я, честно, не понимаю. Но, как бы, в Португалии жарко, в Испании тоже очень жарко. Много людей, прям очень много людей. Вот. И говорят, что немножечко цены приподнимаются, но, опять-таки, не знают вот то, что... На самом деле, я всех призываю идти вне сезона. То, что не жарко, вы улетели из нашей зимы, вам там нормально, комфортно, то есть нет вот этого вот огромного перепада температур, когда вам нужно долго акклиматизироваться. Вы прилетели, там, типа, плюс 10, плюс 15, супер. У меня самый жаркий день, наверное, был предпоследний перед отлетом, это было плюс 18, солнышко, вот все оставшееся время. Ну, 10-15, когда утром рано выходил, был там, ну, самый холодный плюс 6. Я один раз надел перчатки, и, в общем-то... Вот. Как-то так. Теперь поговорим о том, как сделать визу, особенно в текущей ситуации. Ну, собственно говоря, вы собираете стандартный пакет документов, там, для посольства Португалии или Испании, ну, или, в общем, любой страны, как бы, визу, которую вы получаете. И самое главное, вам сделать так называемое мотивационное письмо. То есть это просто бумага, которая пишется в свободной форме, обязательно на английском языке. Поскольку у меня английский не очень хороший, я написал на русском, отдал переводчику, и там, за некоторое количество денег он мне просто это все сделал, хорошо перевел. Значит, какая информация должна быть в этом письме? Во-первых, напишите, кто вы. Это прям важно. Зачем вы идете в камины? И, как бы, пишите так, что... Ну, как бы, чтобы у человека, который читает ваше письмо, сложилось ощущение, что вы вообще понимаете, куда вы идете. Что было в моем письме? Ну, как бы, я честно написал, что... Меня зовут Федор, я, там, условно, фотограф, я работаю там-то и там-то. Я потерялся, мне нужно пойти подумать. Вот, мне кажется, что нужно идти сейчас. Я понимаю, что у вас сейчас не сезон, что у вас сейчас холодно. Меня погода не пугает, я, как бы, там, парень из России, все ок. А далее я написал свой подневный маршрут. Я говорю, что вот, у меня план такой, если я успею, я еще там дойду до Фестера. И в самом конце я еще написал, знаете, какой момент? Опять-таки, ну, скажем так, я сказал, что... Ребята, я знаю, что у вас не сезон, я знаю, что многие гостиницы закрыты, поэтому вот я прилагаю там пяток скриншотов. Я нашел все эти гостиницы, я им написал, вот, и просто спросил, открыты, не открыты. Вот. Зачем это еще писать? Альберги, сейчас попозже расскажу, что это, ну, грубо говоря, это место, где жить, их нельзя сбронировать. То есть вы туда пришли, и вас по факту вашего прихода поселили. А, например, когда вы подаетесь на португальскую визу, у вас должна быть бронь отелей. А у меня брони не было. Ну, вот, ну, опять-таки, у меня была бронь на первый день и на последний день. А все остальное я уже писал в мотивационном письме как раз, что, ребят, я знаю, что я вам должен предоставить бронь на все, там, три недели, что я у вас буду. Но я иду к Амино, альберги не бронируются. Ну, то есть вот какая-то такая история. Потом мне уже сказали, что я шел на большой риск, потому что португальцы не очень хорошо сейчас дают визы, и нужно было делать Испанию, но у меня, в общем, как-то все... В общем, проблем не было. Язык. Давайте так сформулируем. Вот все, кто считает, что у меня плохой английский, поэтому я никуда не поеду, вот, не надо так думать. У меня очень плохой английский, прям очень плохой. И как-то все было нормально. Я, знаете, какую штуку сделал? Я за, наверное, месяц до вылет обратился к хорошему преподавателю и просто попросил меня поудировать. Он меня послушал и сказал, слушай, английский ужасный, но ты как бы сможешь, там, не умереть с голоду, там, найти жилье и так далее. Ну, типа, там, жестами объяснялись, ну, что-то такое. Значит, по языкам, смотрите, в Португалии в целом, вот во всех тех местах, где я шел, ну, скажем так, нормально говорили по-английски. Когда вы попадаете в Испанию, люди по-английски перестают говорить, все говорят на испанском. Ты приходишь в альберге, там, пытаешься объясниться, тебе говорят, так, там спать, там вот мыться, там ботинки сюда. Как бы все нормально. А потом еще, какой еще совет? Я советую выучить там 3-5 слов на португальском, на испанском, типа, доброе утро, спасибо. Ну, то есть, вот такие базовые штуки, потому что там принято как-то разговаривать, здороваться. То есть, вы идете по городу, и вам просто незнакомые люди говорят, там, доброе утро. Ну, вы им тоже что-то там. То есть, с вами хотят поговорить. Вам будут желать хорошего пути. У вас очень часто будут спрашивать, откуда вы. Вам будут давать советы. То есть, словно, не знаю, меня остановил дедушка, говорит, вот это вот последняя кафешка там, и следующий будет только через 20. Выпей там кофе обязательно. У тебя закончатся силы, ты устанешь. Ну, то есть, знаете, все очень дружелюбно. У меня не было проблем, когда я говорил, как бы, с какой стороны. Обычно было три реакции. Реакции номер раз. Ты пошел зимой, потому что, ну, как бы, ты из России, а там холодно, и тебе комфортно. Вот, это была самая-самая такая распространенная реакция. Следующая реакция мне говорили, слушай, это очень классно, это очень далеко, ты молодец вообще, что там прилетел, дошел и так далее. Вот, и третья, очень странная для меня реакция, люди пытались вспомнить русские слова. Там кто-то мне говорил, так, я, кажется, знаю слово спасибо, или там слово доброе утро, доброе утро. Ну, то есть, вот, как-то так. Все хотят разговаривать, и все готовы слушать твой кривой английский, и ждать, пока ты там поковыряешься, не знаю, там, словарики, что-то. Ну, то есть, люди хотят с тобой разговаривать. И, ну, это нормально, и, в общем, если вы не знаете языка, ну, там какую-то базу. В конце концов, там есть интернет, и можно там пользоваться всякими технологиями, которые уже на аудио работают. Так, это мое снаряжение. Смотрите, вы, я в самом конце сделал ссылочку, вот это вот будет вся моя презентация, без фотографии, то есть, вы сейчас можете не переснимать ничего. Смотрите, зеленым я подкрасил то, что мне прям вообще нужно, прям вот то, что must have. Синеньким, то, скажем так, то, что красило мою жизнь, но без чего можно было обойтись. И желтый, это то, чего, в принципе, можно было бы оставить дома. А отдельно хочу на чем остановиться. Значит, ключевое, это обувь. По обуви поговорим отдельно. Рюкзак. У вас должен быть хороший, удобный рюкзак. Какой-нибудь хорошей, известной фирмы. Ну, или просто удобный. Следующий момент обязательно в любое время года – это спальник. Опять-таки, чуть-чуть попозже расскажу, зачем это. Палки для трекинга. Ну, я бы, наверное, без них не дошел, вот честно. То есть, прям палки обязательно, потому что у вас будут крутые подъемы, у вас будут затяжные подъемы. Ну, опять-таки, вы сохраняете свои колени. Я выходил в камина, не обладая какой-то суперфизической подготовкой. У меня просто не было возможности это сделать, потому что я два месяца пытался заработать денег себе на камина. Вот, я сидел за стулом и как бы работал работу. Так что вот из обязательного… А, кружка. Обязательно. Вот, смотрите, я взял с собой вот такую кружку. Вот, не берите такую кружку. Ну, вернее, или возьмите ее, но возьмите еще или стеклянную, или пластиковую, в общем, любую посуду, которую вы можете нагреть в микроволновке. Потому что в половине жилья чайников не будет. Вы спрашиваете, как сделать кипяток, вам показывают на микроволновку. То есть, если вы хотите пить горячий чай там вечером или утром, вот вам нужна там пластиковая кружка, там что-то такое. Так, чтобы еще по… Ну, я тащил с собой газовую горелку просто потому, что я хотел сварить себе кофе вот на финальной точке. Я ее как бы донес, но это можно было бы не делать. Совершенно нормально. Все говорят… Вот, когда вы будете смотреть всякие ролики, там, не знаю, статьи, все говорят про мозоли. Мозоли – это там все… Не знаю, у меня была одна мозоль, или был один мозоль. У меня были другие проблемы. В общем, так получилось, что я пошел в новые обуви. Я купил себе трейловые кроссовки, хотел их разносить, вот, но у нас было минус 30, я их решил просто не убивать по минус 30. Я боялся, что там все полопается. Я пошел в новых кроссовках, у меня на пятый день стали, ну, скажем так, разваливаться ноги. Мне пришлось купить ботинки. Ну, вернее, как у меня пострадала ахиллова… Ну, ахилл на ноге. Вот, и вроде как бы идти можно, но очень больно. Но ты когда хромаешь, у тебя вторая нога начинает страдать, у меня начал вылетать глиностоп. В итоге я купил трейки, которые, ну, просто держали мне глиностоп, и мне дошел за, типа, 100 евро. Ну, вообще, по поводу снаряги, у меня был такой очень странный концепт. Я боялся лететь, ну, вернее, как… У меня был куплен, естественно, билет с багажом, вот, но я боялся сдавать вещи в багаж, потому что если их потеряют, я останусь без снаряжения, ну, как же я там пойду? Вот, и я взял самый минимум. Я купил в России рюкзак, кроссовки и, типа, куртку. Ну, и там взял все по мелочи, упихал всю эту историю в рюкзак. Он был маленький. Вот, я его взял с собой в ручную кладь, прилетел, и уже в Европе нашел большой магазин с приятным ценником, и высшую часть снаряги я покупал именно в Европе. Вот, причем это было и удобно с точки зрения логистики. Я, получается, прилетел в аэропорт, сел на автобус, там проехал, несколько остановок вышел, купил все, что мне нужно, и потом уже поехал в сам город. Вот, и там, то есть, посмотрите, возможно, это такой хороший вариант. Вот, но, опять-таки, обувь разношенная, рюкзак удобный. Вот, ну и, ну, как бы, вот, все сложные вещи лучше купить заранее. Все, что вот, ну, такое проходное, типа, там, не знаю, каких-нибудь штанов, там, какой-нибудь кофты, но, которые просто не хочется с собой тащить, можно все там. Вот, но, опять-таки, все на ваш выбор. Крем от солнца мне не пригодился, вот, честно. Там как-то пекло, но не сильно. Пауэрбанк мне не пригодился. У меня просто телефон не успевал разряжаться, пока я доходил. Вот, это, наверное, все, что я хотел вам сказать по снаряжению. Обувь. Значит, смотрите, тоже в интернете очень-очень много всяких разных статей на тему, в какой обуви идти, там, что лучше. Вот, я вам точно могу сказать, что не нужно идти в тяжелых трекинговых, вот, кожаных ботинках, там, супер какой-нибудь жесткой подушвой. Потому что первые 60 километров я шел по брусчатке. Это была либо брусчатка, либо это были деревянные настилы. И вы все ваши коленочки оставите в Португалии. Вот, я шел в трейловых кроссовках, и я не знаю, то ли у меня кроссовки как бы уничтожили мою ногу, то ли просто казалось мое, ну, скажем так, не самая хорошая физическая подготовка. Но я бы, наверное, всем как бы советовал идти именно в кроссовках, потому что они легкие. У меня в кроссовках был Гортекс, ну, потому что там дождь и все такое. Было единственное место, где я промок, прям капитально, но там не спасло бы ничего. То есть я шел примерно там по середину икры в воде, метров пятьсот. Ну, там как бы ничего не помогает. Второй момент. Вам нужна еще, как бы еще одна пара обуви, какая-нибудь там для жилья. Я с собой взял кроки. Я понимаю, что это очень странный выбор, они занимают много места, но как бы их можно прицепить сверху рюкзака, если что-то пошло не так, в них можно ходить. Опять-таки, в альберге холодно. Январь. И вот тапочки, которые, господи, в английской версии, они называются, кажется, флип-флоп, которые с резинкой между пальцами, шлепанцы, точно. Мне кажется, это супер неудобная штука, потому что, ну, как бы вы пришли вечером в альберге, там холодно, там холоднее, чем на улице. То есть, либо вы ходите как, это самое, вот, в носках, ну, ну, как-то непонятно. То есть, кроки, в моем понимании, они прямо прекрасны. Ну, или вот что-то такое. Так, что еще по обуви? Кто-то берет с собой еще кроссовки, но, опять-таки, я вот в базе шел в кроссовках. Я встречал ребят, то есть, у них были, ну, условно, треки и там кроссовки. Как бы, зачем их миксовать именно на Португалии, я не понимаю. То есть, насколько я знаю, вот иные варианты камина, которые там предполагают какую-то горную местность, да, там, вам пригодится что-то более серьезное, Португалии его точно нет. То есть, там есть какие-то подъемы горные, ну, типа, 30 метров, 50, то есть, там, ничего такого сложного нет. То есть, такой легкий прогулочный маршрут. Вы там не будете страдать, все будет прям, прям хорошо и прекрасно. Как рассчитать маршрут? Это два сайта, которым, вот, я общался с пилигримами из разных стран, и этим пользуются все. Это совершенно бесплатная история. Там есть, ну, почти все варианты камина. Почему я их дублирую? Потому что, вот, как раз, на Гронзе нет вот этого куска из Пиритуал, я его смотрел на вот этом сайте. Там много статей, как подготовиться, что с собой взять, там разбито все на этапы, там есть карты, там есть описание маршрутов. То есть, вот, все, чтобы построить ваш маршрут, оно вот там вот. И, ну, единственное, что Гронзе, он на испанском, второй сайт, не помню, по-моему, по-моему, на португальском, но как бы есть переводчики, и, ну, то есть, вот. Навигация в маршруте. Я вам сейчас скажу, очень странная, но карта вам не нужна. Карта вам не нужна, вам не нужен смартфон. Первый день я шел по карте, уткнувшись в телефон, я потерялся трижды. Я сделал крюк в 10 километров, я устал, я, ну, в общем, это была очень странная история. Темнеет, идет дождь, я бреду по этому, по пляжу, заканчивается вот эта вот удобная деревянная дорожка, я уже бреду по песку, я думаю, все плохо, там, что же сделать, потом меня доходит, так, стоп, ты в Португалии, ты добрался, у тебя все хорошо, у тебя впереди еще там много-много дней пути, там, выдохни. Вот, и на следующий день, то есть, вообще, зачем нужна карта? Вы взяли карту, посмотрели на нее утром, примерно запомнили там, что у вас там будет, и убрали ее, потому что всю дорогу у вас будет навигация. Она может выглядеть вот так вот, это, ну, скажем так, столбик, столбик с вот так, мышкой, извините. Собственно говоря, это ракушка, это символ, камина, и эти ракушки вы будете видеть постоянно, и желтые стрелочки. Ниже будет написано, сколько километров. Периодически вы будете встречать всякие информационные стенды, у них нет какого-то стандарта, то есть, там, в Португалии они будут одного вида, там, в Испании другого, там, в зависимости от, там, не знаю, города, они могут быть вообще третьего. Но чаще всего у вас будут просто вот такие вот желтые стрелочки, они будут нарисованы на камнях, они будут нарисованы на столбах, на деревьях. У меня, к сожалению, нет фотографий, еще будут крестики. Вот если вы видите крестик желтенький, вам туда не надо. это, то есть, крайне приятные люди ставят крестики, то есть, понимая, что там, возможно, паломник свернет не туда, и вот, как бы, еще будут синие стрелки, это дорога назад, то есть, синяя вам, желтая стрелочка, вот ключевая. Вот такие стрелочки будут. Еще будет очень много указателей, которые люди делают сами. Вообще, все очень любят вот эту историю, когда вы будете идти через деревню, обязательно на заборах домов будут висеть какие-то ракушки или, например, какие-нибудь плитки в форме ракушек, то есть, вот это вот все такое народное творчество. Если, например, вы идете по деревне, вы остановились и думаете, куда же вам идти, любой прохожий, он сам остановится, скажет вам туда или там, вам направо. Или, например, если вы идете никуда, вам будут сигналить, вас будут окликать и говорить тебе туда. Ты говоришь, нет, мне вот туда нужно, нет, тебе нужно там в другую сторону. А это третий вариант, на самом деле, вот эта вот лавочка, они появляются в Испании, такая, ну, какая-то их стандартная история, то есть, таких лавочек с желтой стрелкой их будет много. Вот. Ну, вообще, понимаете, вся эта дорога, там будет вот много всяких ракушечек, всегда каких-то статуй вот этого Сантьяго и вот то, что называется, дьявол в деталях. Вы идете, и вот все, все, все вокруг вам будет говорить об этом пути. Вот такие будут стрелки. то есть, миллион вариантов, очень много. вот ключевое, это, это желтая стрелка. Вот такие столбики начали появляться только на пути спиритуал. Они вот тоже стандартные, но опять-таки, будут и просто, ну, самая база, это стрелка, нарисованная баллончиком на чем-нибудь. Получается, на картинке, на вот этой картинке. Просто в испанских городах, на мостовых, будут встроены вот такие вот ракушечки. Это тоже, это, как бы ваши указатели, вы идете по ракушечкам. Вот эта фотография сделана в городе Порто, то есть, вы идете через Порто и под ногами тоже будут такие вот штуки, то есть, потеряться прям вообще без шансов. Если вы идете долгое количество времени и не видите стрелочек, тогда, тогда, да, тогда нужно задуматься. Кроме, кроме, один нюанс. Вот этот вот испиритовый кусок, там будет один день, который, ну, как бы базово обычно его плывут на лодке. Поскольку не сезон, лодки нету, я пошел пешком. Вот этот вот единственный кусок, где маркировка есть, но она не очень хорошая. Все остальное, все просто в стрелочках, то есть потеряться просто без шансов. Вот это те приложения, которые мне, ну, как бы, которые у меня были, которыми я пользовался, ну, Maps.me, естественно. А Maps.me я использовал для чего? То есть, если что-то совсем пошло не так, они оффлайн, там все закачано, можно посмотреть хотя бы где-то. Плюс, очень важно, если вы хотите посмотреть что-то вокруг, вы можете просто посмотреть по карте, как бы, что есть, чего нету, там куда вы, может быть, хотите зайти, там в какой-то монастырь, может быть, там еще в какой-то, не знаю, город соседний. На Google картах, но вам нужен интернет, естественно. Очень удобно смотреть, что открыто, что закрыто, оно обычно, ну, как-то более-менее похоже на действительность. И последнее приложение Камина Ниндзя, это такое оффлайн-приложение, вы его ставите на телефон, и там очень удобно, можно вбить точку, откуда вы стартуете, точку, которую вы планируете закончить, и он вам прям выдаст города, которые у вас будут по пути, что в этих городах есть, я имею в виду в плане магазины, жилье там и так далее, ну, вот какая-то такая история. Один нюанс, она у меня прекрасно работала в России, когда я приземлился в Португалии, оно стало вылетать. Я его открываю, оно вылетает, думаю, ну, значит, это как бы вот моя судьба. Я такой шел-шел-шел-шел-шел, а потом на пятый день оно внезапно заработало. И заработало оно только на куске из спиритуал. А я как раз все эти пять дней шел и думал, нужно мне на вот это вот из спиритуал или нет, потому что там нету лодки, там плохо с жильем. Вот, и как-то у меня заработало приложение, я думаю, ну, видимо, это знак, и мне нужно просто туда пойти. вот, и честно, я не знаю, будет оно у вас работать или нет, потому что, когда я прилетел в Россию, у меня опять все, как бы, все работает, все отлично. И оно в онлайн-режиме показывает, где вы на карте, оно вам рисует прям ниточку, где идти, ну, то есть, как бы, оно как бы есть, но вот у меня его не было по факту, поэтому не знаю. Вот. Далее, значит, по деньгам, какая у нас история. Я строил свой бюджет из расчета, из расчета 50 евро в день. Из них я 10-15 планировал тратить на жилье, там, 10-15 это обед, как правило, там, сколько-то денег на перекусы, там, ужин, и я еще там закладывал себе, ну, какие-то непредвиденные траты. По своему опыту точно могу сказать, 50 евро, это прям вот, прям, прям с большим запасом. То есть, собственно говоря, вот там обувь, я себе покупал из этого запаса. Если как-то по-умному построить свои траты, 40 евро в день прям нормально. То есть, вы себе ни в чем еще не отказываете, вот, но при этом вы не покупаете там что-то лишнего всякого. В 35 евро можно уложиться, я так думаю. Даже, даже при желании можно 30. Тут, смотрите, в чем нюанс. У вас будет жилье немножко разных денег стоить. Вот. И, ну, как бы то, как вы едите, что в Испании, что в Португалии, там вот нету какой-то глобальной большой разницы, вот как у нас поесть в кафе или купить продуктов. То есть, это стоит, ну, вот эта вот разница, она чуть-чуть поменьше. То есть, ужин стоит, допустим, там 8-10 евро, а купить продуктов, там 7-8 евро. то есть, разница, она, в общем-то, не принципиальна. Опять-таки, жилье, сейчас отдельно про альберги еще расскажу. Вот. Ну, в общем, в среднем у меня получалось где-то там 35-40 евро в день. Это вот самый-самый плохой расклад, когда я там еще, не знаю, в аптеку заходил, там какие-нибудь там пластыри докупал. Кстати, аптеки очень дорогие. Ну, то есть, грубо говоря, банк геля согревающего, и там базовый набор пластырей стоил, что-то там, евро 12. Прямо как-то вот. Еще я тут не стал вносить, там просто учитывайте, у вас будет, если у вас будет какая-то логистика на транспорте, транспорт в Европе тоже достаточно дорогой. То есть, у меня дорога из Фестера до Порта стоила 45 евро, а ехать там 300 километров. То есть, если пересчитывать, то есть, у нас транспорт все-таки подешевле. Вот. Ну, и опять-таки, общественный транспорт в городе Порта стоит там 2-2,5 евро за одну поездку. То есть, все-таки, подороже, у нас. что у нас там по времени? Так, устали? Нормально? Жилье. Собственно говоря, жилье, где вы будете жить. Вообще, все жилье, оно называется альберги. То есть, это специальные приюты для паломников. Выглядит это следующим образом. Это какое-то здание. Там большое, маленькое, но, в общем, какое-то. Оно может быть старинное, оно может быть современное. Суть в том, что это большая комната, в котором стоит много двухъярусных кроватей. Вот. И там вам нужно будет жить. Опять-таки, если вы идете в не сезон, там всегда есть места. Если вы идете в сезон, там может уже не быть места, вам нужно будет искать гостиницу, которая стоит уже немножечко других денег. муниципальные, еще один важный момент, альберги, они бывают муниципальные, то есть, которые принадлежат или местным местным властям, или, может быть, их там содержит какие-то церковные общины, ну, в общем, такая история. Они достаточно дешевые, они стоят где-то 8-10 евро, иногда 12, там, в зависимости от места. Опять-таки, вне сезон, в сезон там может быть что-то поменяться, но не принципиально. Есть частные альберги, они вроде как, ну, то есть, позиционируются, что частные, они должны быть, ну, по идее, как лучше. Но тут какая история, как бы, отопление в Португалии, там, в Испании, оно очень дорогое. А в государственных альберги, которые вроде как, ну, считаются похуже, оно все-таки, ну, там будет как минимум всегда тепло, там будет чисто, вот, и там всегда будет Wi-Fi. Вот, а в частном уже как повезет, то есть, не знаю, у меня, наверное, самое странное, место моей ночевки было, это Кармелитский монастырь, там было очень холодно, я просто спал в спальнике, в пуховке вообще, во все завернуты, там была какая-то безумная кубатура, то есть, в спальне потолки, наверное, метров пять были, а в столовой метров семь, то есть, мне кажется, вот этот вот весь Кармелитский монастырь, он был выстроен так, чтобы показать, насколько вообще человек мал в этом мире, вот, и, но при этом было все, там огромные дубовые кровати, дубовая мебель такая прям добротная, и там десять евро, какие еще нюансы по альберге, значит, вот я говорил, что вам обязательно нужен спальник, в любое время, там летом, зимой и так далее, в альберге одеяла нету, то есть, вы когда заселяетесь, вам выдают одноразовую простыню, и одноразовую, такую штуку, в которую вы засовываете подушку, все, в некоторых альберге есть, да, одеяло, там за отдельную плату, а в некоторых их просто нету, то есть, вам нужен спальник, это, ну, хотя бы с точки зрения гигиена, мне кажется, это все гораздо более, более, вот, при этом все чисто, вот эти вот матрасы, они резиновые, их просто моют каждый день, то есть, там какой-то, антисанитарии нету, но вот когда-то вечером, там, завернулся в спальник, кругом миллион людей, ну, как-то, мне кажется, гораздо, гораздо более, более приятно будет, вот, что еще я могу сказать про альберги, наверное, все, опять-таки, вы можете жить там в каких-то гостиницах за много денег, но как бы, почему нет, то есть, вас, вас, вас никто не осудит это, ну, то есть, как бы, иногда люди там идут там 3-5 дней, потом наоборот снимают хороший какой-нибудь отель, там, отдыхают, там, кто-то идет каждый день, там, у кого-то не очень много денег, то есть, на самом деле, я общался с европейцами, это такая, это одно из самых бюджетных, скажем так, путешествий, и когда я говорю, ребят, пойдемте спиритуал со мной, они говорят, не-не-не, там нет дешевого жилья, нам типа дорого 80 евро, на три дня это прям вообще космос, они говорят, тебе нормально, я говорю, ребят, я уже типа потратил 2000 евро, и мне там, ну, плюс-минус 50 евро уже, ну, как-то, ну, я имею в виду 2000 евро в круг, там, с билетами совсем, сейчас же, летать дорого достаточно, вот, так, что еще в альберге, а, еще один очень важный момент, то есть, там много людей, и нужно просто пытаться не мешать там спать друг другу, поэтому вы с вечера собираете свой рюкзак, чтобы утром там не копаться, не ковыряться, если вы хотите выйти пораньше, и, в общем-то, в общем-то, все. Опять-таки, в альберге, а, ну, как бы, альберге это место встречи паломников, и, то есть, как бы, там нужно будет общаться с людьми, у вас будут спрашивать, там, как у вас дела, как вы прошли сегодня, там, а, еще один очень важный момент, в альберге можно постираться в некоторых, вообще, как решается вопрос стирки, обычно стоят стиральная машина и сушильная машина, стоят 3 евро каждая, то есть, вы приходите в альберге, вам нужно постираться, вы ищете каких-то других пилигримов, и говорите, там, постираться нужно, и вы там собираетесь, там, несколько человек там скидываете мелочи, ну, то есть, как бы, это все сильно дешевле, ну, и как-то веселее. У вас будут альберги, в которых, ну, как бы, написано, что прачечная есть, у вас выводят на улицу, там стоит корыто, говорят, вот прачечная, стирайся, вот, и, собственно говоря, у меня вот последняя точка перед Сантьяк-де-Компостелло, я заселяюсь в Падроне, в альберге, я говорю, возможно, постираться, мне говорят, да-да-да, конечно, вот, вот, вот тебе корыто каменное, вот, там вот есть насечечки, а там ничего не высохнет, то есть, постираться-то можно, не вопрос. вообще, с точки зрения сушки, опять-таки, вот, на, там, ютубе, там, в статьях очень много информации, что, ребята, берите прищепки, вы что-то стираете дома, потом прицепили на рюкзак, идете, оно и сохнет. Ну, в январе такое, как бы, не сохнет вообще ничего, вот, то есть, единственный вариант постираться, это найти альберги, в котором есть не только стиральная, но и сушильная машина, и тогда там за 6 евро вы становитесь там, условно говоря, новым человеком и идете дальше. Вот. Что там у нас дальше? Очень важный момент. У вас будет паспорт паломника, который называется креденсиаль. Обычно он покупается в той точке, где вы стартуете или в офисе паломников, или еще там где-то. Я стартовал из города Порто, и я дошел до кафедрального собора, подхожу на кассу, говорю, здравствуйте, где у вас паломнический офис? На меня так смотрят, говорит, молодой человек, вам нужен креденсиаль. Я говорю, ну, да, они говорят, вот, типа там 3 евро, и, значит, креденсиаль, это такая бумажка, я его сейчас всем покажу. Вам нужно будет ставить печати, минимум 2 печати в день. Сюда заносится ваше имя, фамилия, ваш паспорт и дата выхода. Значит, зачем нужен креденсиаль? Вот в альберге вы будете заселяться по вот этой штуке и по паспорту тоже, по обычному. Но вот без вот этого вас туда не заселят. Это первый момент. Второй момент, когда вы придете в Сантьяк-де-Компостелло, вы, как бы, вам на основании вот этой бумаги будут выдавать уже следующие. И вам нужно каждый день ставить по 2 печати. Так, давайте я, наверное, передам. Просто он красивый, там классные, прикольные печати. А вот это мой креденсиаль. По условиям сейчас расскажу. А это новый креденсиаль вот на вот этот вот кусочек от Сантьяк-де-Компостелло до Фестера мы придумали шутку, что ну как бы там всего 80 километров, это такой, ну скажем так, камин для самых маленьких, поэтому креденсиаль там делают с картинками. Значит, две печати минимум. Сейчас расскажу, почему. А еще ходят слухи, что вас могут как-то по нему покормить, но у меня вот ни разу эту штуку не спрашивали. А где ставить печати? Печати ставятся в альберге обязательно, там, где вы ночуете. Будет очень много кафешек, то есть кафешки прям заманивают пилигримов к себе, что заходи там выпей кофе, у нас еще печать есть. печати вам будут ставить просто какие-то люди. Вот этот прекраснейший джентльмен в городе Понти де Лима, он, ну как бы, это центр города, у него там мастерская, как я понял, по реставрации какой-то там старинной мебели, то есть просто большое окно, я вижу, но он там работает. Ну и рядом надпись, типа, печать тут. Я подхожу, говорю, простите, можно я возьму печать, но я как бы понимаю, что человек там занят, он работает. Он такой, нет, печать нельзя. Снимает с себя фартук, одевает вот вот эту вот шляпу паломника, правильно одевает на себя вот все эти ракушки, такой, да, как бы, одел костюм, говорит, так, вот теперь я вас слушаю. Откуда вы, как вас зовут? Носки он мне подарил, сказал, вам нужны носки для сна. Я говорю, у меня есть носки? Он говорит, нет, 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 носки нужны. Через полчаса я влез в лужу, вот прям, вот это самое в болото. Что еще? Ну, то есть, много, много людей на камина, они просто, ну, это какой-то образ жизни. То есть, многие люди остаются специально там жить, я вот слышал истории, чтобы там встречать паломников, чтобы, ну, там работать, не знаю, в каких-то там кафешках, чтобы просто вот, это становится образом жизни. Я встретил дедушку, он говорит, ну, я последние 20 лет иду камина. Я прошел по всем дорогам, то есть, это вот, это мой образ жизни. Я живу в альберге, я питаюсь на, там, ну, какие-то, мне там кто-то что-то там подбрасывает, ну, то есть, может быть, очень, очень все по-разному. Естественно, печати будут в церквях во многих, причем в некоторые вы можете просто зайти, там лежит вот эта печать, вы ее сами поставили, пошли дальше, то есть, вам люди для этого не нужны и там как бы написано, что, как бы, бери печать, бери печать и иди. Значит, документы, вот помимо креденциаля, по итогам вам выдадут компостеллы, это старинный документ, написанный на латыни, там обязательно изменят ваше имя, то есть, у меня написано не Федор, а Теодором. Это некоторое свидетельство о прохождении камина. Его дают, если вы идете по религиозному или по духовному пути. Ходят слухи, что это еще является, ну, скажем так, некоторым аналогом так, слово вылетело. Интульгенция. Да, спасибо. Вот. Насколько это правда, я, честно, не знаю. Вот. И еще там за 2-3 евро вам дадут сертификат о прохождении, в котором тоже напишут ваше фамилии, имя, скажут там, откуда вы вышли, куда вы пришли и там, сколько километров вы прошли. Просто красивая бумажка, к сожалению, она у меня сейчас просто в другом городе живет, поэтому вот. Значит, условия, по которым вам дадут компостелу. Вы, если вы идете пешком, то вы должны пройти последние 100 километров пешком и каждый день у вас должно быть две печати, не меньше, может быть больше. Если вы едете на велосипеде, у вас должно быть 200 километров. еще можно ехать верхом, ну, не знаю, мне кажется, ну, вот, еще есть опция для, ну, скажем так, не очень здоровых людей, я не знаю, как это реализовано, но в камины я общался с человеком, который хотел там через пару лет приехать со своей женой, а жена у него на коляске, то есть, я думаю, что это возможно. Значит, как кормиться в альберге? Вам нужно запомнить пилигрим с мини, или меню до перегрина, или меню меню до льдиа. Что это такое? Значит, для паломников во многих кафе, на всех этих кафешках обычно будут там какие-то ракушки нарисованы или там написано там камины суда, будет специальное меню для паломников, для паломников, да, стоит оно где-то там от 8 до 15 евро, как бы это некоторый аналог комплексного обеда, но вот просто вот зажигалку я положил для масштаба. Это второе, еще там было первое. Ну, в общем, сейчас я попробую сформулировать, там кусок мяса вот такой вот примерно, потом сверху вот такой вот слой всякой ветчины, порезанной и еще там яичко сверху, еще это все самая картошка. В общем, ты выкатываешься просто колобочком и такой думаешь, еще 10 километров, такой, наверное, нет, наверное, я вот прям здесь хочу остаться и уснуть. и, ну, то есть, как я питался, я раз в два дня ел вот это вот, да, потому что каждый день я просто не мог. Можно готовить в альберге, в некоторых альберге есть кухня, в некоторых нету, там, как повезет, где-то большая хорошая кухня, там прям много, там и комфорка, есть посуда, а есть где-то там просто микроволновка, а где-то просто чайник, то есть, это не угадаешь. Вот, вы просто приходите и по месту решаете. Значит, чем я кормился? Там авокадо стоили нисколько примерно и сыр стоил примерно нисколько. Вот, и когда я как бы не мог найти кафе, я страдал, ел хлеб, сыр, ну, какой-нибудь там или камамбер, ну, что-то такое вот. Да-да-да-да-да, ценой, да, да, ценой примерно там 200-300 рублей за килограмм, там авокадо там до 150 рублей за килограмм. И, господи, как же я еще страдал-то. А, и в Галисии очень много продается местных миди, они там тоже что-то там не особо много стоят. Вот, но, опять-таки, там очень много местной кухни и я прям вот советую поискать в интернете какие-то там, ну, скажем так, местные блюда, потому что это все очень вкусно. Вот, Португалия, Испания в плане еды это просто, это какое-то чудо. Вот, я очень хотел съесть, съесть осьминогу, я это сделал. Наверное, больше я, я никогда не буду есть осьминогу, но вот, вот, как-то так, то есть, что я делал, я делал, грубо говоря, бутерброды утром, там, чашку чая выпивал, потом проходил там пять километров, выпивал где-нибудь там чашку кофе, шел дальше, там, еще там, по пути я познакомился с джентльменом по имени Николай, он сказал, что я из Бретонии, то есть, я не француз, я бретонец, значит, Николай был запакован в какой-то миллион одежды, такой прям очень-очень суровый, там, тяжелые треки, тяжелая какая-то куртка, он двигался просто с космической скоростью, он обгонял меня на палках, он добегал до ближайшего кафе, выпивал два швепса, два шото-эспрессо и скакал дальше, он всегда улыбался просто душей, ну и какая-то такая была история очень, в общем, он закончил, мне кажется, дни из-за пять до меня, он прям, не знаю, ел он, не ел, но, в общем, вот, это то, что касаемо еды, так, что-то, да нет вроде, а, еще один момент, кстати, вот после, вот, вот после этой тарелки у меня спросили, что я хочу на десерт, я говорю, ребят, нет, нет, десерта, пожалуй, нет, у вас будут спрашивать, вы хотите воду или вино, то есть, или пиво, вот, и вы спрашиваете, какое вино, я имею в виду, это не качество, потому что где-то дают бокал вина, а где-то дают графин вина, вот, и, ну, как бы, это, это вот меню пилигрима, вообще, знаете, это такая какая-то очень интересная история, потому что, ну, перед тем, как выйти, я, естественно, посмотрел много там всяких ребят на ютубе, и что говорят, ну, скажем так, наши блогеры, что камина, это такой духовный путь, это просветление, это там работа над собой, там вот какие-то такие больше духовные, всякие истории затрагивали, когда я начал смотреть ребят из Европы, что они говорят, пилигрим доволен, улыбается, он с утра выпил и идет прямо, у нее нет никаких дел, на его рюкзаке сушится носок, и у нее все хорошо в жизни, вот, так что, как, как идти камина, это, да, важный момент, выходные сиеста в Испании, вот так выглядит центр города в выходной в Испании, закрыто все, в некоторых, ну, то есть, сетевые магазины открыты, но вы можете прийти в город, в котором нет сетевых магазинов, и с двух до четырех, вы там не купите ничего, вот, то есть, воду я покупал, вот, вот в этом городе как раз не было сетевого магазина, и я покупал, воду просто в кафешке, благо, она была открыта и работала, то есть, если, там, вы идете и понимаете, что там сегодня суббота, и, как бы, вот, купите сразу там еды, воды на завтра, потому что, ну, вот, вот действительно, может быть без шансов, очень часто вы приходите в кафешку, она вроде как открыта, у них открыт только бар и кофе, а, как бы, вот, еды нет, еды, это обычно там одно-два кафе максимума, там, в городе, и, вот, в Португалии, в этом плане, наверное, полегче, но я, к сожалению, в Португалии в воскресенье не был, вот, вот, все мои воскресенья из моей дороги, как-то были в Испании, так, безопасность, ну, в общем, исторически сложилось, что в средневековье существовал рыцарский орден, который охранял паломников от всяких бед, которые могли с ними произойти, и, в общем-то, камина, в моем понимании, это какая-то супербезопасная штука до сих пор, ну, то есть, понятно, что не нужно там разбрасывать вещи, там, не нужно, там, не знаю, ночью, там, где-то там ходить, там, лазить, ну, то есть, я старался закончить свою дорогу всегда до захода солнца, ну, как бы, мне кажется, это совершенно нормальное, понятное правило, там, куда бы вы ни ходили, в целом, в каминах прям все супербезопасно, все очень дружелюбно, то есть, у меня, ну, в общем, мне было очень спокойно, мне так спокойно уже очень много лет не было. Почему собака? Значит, смотрите, в каминах я видел три типа собак. Первый тип собак, это собаки, которые с хозяевами, им вообще неинтересны, абсолютно. То есть, они там бегают, занимаются своими делами, как бы, нет. Второй вариант собак, это вот охранная собака, но опять-таки в Европе она привязана, она всегда за забором, и она нигде не бегает. То есть, да, они будут на вас лаять, особенно, когда вы будете идти там через деревню, и там был момент, когда я шел мимо какой-то изгороди, там был собак 20, то есть, ну, прям, прям, прям жуткое было такое какое-то ощущение, но при этом забор, и, ну, то есть, они не выбегают. В Европе, видимо, люди немножко по-другому. Все-таки, вот как-то с собаками, они их по-другому воспитывают, видимо, как-то ответственность свою, то есть, у них такого не бывает, что охранная собака выбежала куда-то. И третий момент, есть пастушьи собаки. Я летом был в Грузии, и самое страшное было встретить именно пастушью собаку без пастуха, потому что, ну, как бы со стадом. В Европе немножко другая история, то есть, пастушьи собака, она вот для стада, вы ей тоже неинтересны, она пасет овец, ну, там, овец, коров, там, неважно, то есть, собака следит, чтобы стадо не разбежало, вы ей тоже неинтересны, то есть, вот, как-то, как-то прям очень спокойно. Опять-таки, это мой опыт, давайте так, каждый сам за себя отвечает, но вот, у меня не было ни одной плохой истории, там, с собакой, там, с безопасностью, еще где-то. Собственно говоря, наверное, у меня на этом все. Всем спасибо за внимание. это моя почта, если вы хотите мне что-то написать, спросить и так далее, смотрите, по центральному QR-коду, вот эта вот презентация с выкинутыми картинками, там, список вещей, там, как делать визу, то есть, какая-то такая штука, вот, если вы хотите, вы можете просто эту PDF-ку скачать, вот, можете и не качать. А слева, соответственно, это мой сайт, если вы вдруг там хотите посмотреть, что я снимаю, или там, как-то там, может быть, поработать со мной. Ну, и справа мой телеграм-канал, там находится мой дневник Камина, но вообще это канал про фотографию, то есть там, если вам интересно почитать про Камина, ну, наверное, там последних постов 20, там вот как раз с картинками со всем, вот, но, как бы, дальше я там буду писать в основном про фотографию, ну, или если я куда-то еще соберусь, вернее, когда я куда-то еще соберусь, вот, там, наверное, будут еще одни какие-то приключения. спасибо за внимание, спасибо, что пришли, вот, надеюсь, было полезно. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ маршрут одного дня разнес на два. Собственно говоря, это меня и спасло вот этот вот запасной день. Я спокойно дошел, вот, и, как бы, у меня не было никакого дискомфорта. Да, за 11 дней я дошел до Сантьяго, еще за, да, еще за 4 дня я дошел до Фестеры. Летели до Порта? Да, я летел до города Порта, я летел через Стамбул, там на самом деле есть несколько вариантов. Есть вариант подешевле, есть вариант подороже. То есть подороже, это одна авиакомпания, там минимум пересадок, это там, ну, грубо говоря, 80+. Можно сэкономить, там, брать стыковочные рейсы, ну, я что-то считал, там, тысяч 20 всего экономишь, на фоне, как бы, бюджета всей поездки, ну, как-то это очень, очень страшно опоздать на рейсы, и, как бы, пропустить еще там все остальные билеты. Да, да, да. А были ли люди, паломники, пришел со своей собакой? Нет. Вот я сейчас пытаюсь вспомнить, были ли какие-то, вы думаете пойти, то есть можете ли вы пойти с собакой? Мне кажется, вам нужно найти адрес какого-нибудь альберги, просто им написать, сказать, ребят, я иду с собакой, можно, ну, то есть заселить или нет? А альберги находятся где относительно города? Там есть вокруг цивилизация? Как правило, это все находится в городе, внутри. Да, 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 вы идете из города в город, из деревни в деревню, то есть нет, альберги, это все, это где-то, где-то внутри города. А рельеф для велосипеда нормальный? Вот, если честно, я не умею кататься на велосипеде. Когда вы шли, вы чувствовали, насколько было тяжело в гору идти? И насколько долго? Самое долгое было, это я поднимался, у меня был, по-моему, подъем метров, а, это было километр в длину и 200 метров наверх. Вот это было самое, самое затяжное. Нет, периодически будут какие-то короткие, прям очень крутые участки. Стрелочки. Там, там в целом рельеф, он вот такой вот немножко. Федор, в гостиницах тоже печать ставят? Да, в гостиницах тоже ставят, они простоют других. Вообще там печати есть практически везде, то есть, ну, какая-то такая очень, очень распространенная история. Начинать тоже можно в общем, по любому пути, из любой страны. Знаете, есть, есть люди, которые в Европе идут камина, вот не от и до, они идут, например, камина по выходным. Они приехали в город, прошли пешочком, поставили печать, поехали на работу, поработали, на выходных опять вернулись. Вот. Так, так, вот, миллион вариантов. просто можно почитать, скажем так, описание, там, где-то будет больше природы, где-то будет... Почему я пошел по Португалии, потому что, ну, это был январь, это был такой самый, самый гуманный климат, как мне показалось. Вот, поэтому, то есть, опять-таки, мне нужно было меньше снаряжения, и вот, вот поэтому я пошел в Португалию. А можно ли ночевать палатку? Так, смотрите, про палатки история следующая. В Европе палатку можно поставить только в кемпингах, то есть, просто так поставив в лесу палатку, там нельзя. Кемпингов, ну, то есть, обычно, если у альберги есть какая-то своя территория, там разрешают ставить палатки, причем обычно это делают, по-моему, даже бесплатно. Но, многие альберги это просто там дом в городе, то есть, а просто на улице, ну, как бы, палатки нет. А какой итоговый бюджет? Итоговый бюджет 2000 евро. Это с учетом билетов или нет? Это совсем, это все в круг. И можно было бы ужаться там до 1800. Это с покупками? Снаряги? Нет, снарягу, вот, 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 всю снарягу, которую я покупал в России, я туда не считаю. То есть, грубо говоря, у меня билеты стоили, там, порядка 80 там с небольшим тысяч рублей и где 1000 евро у меня ушло на камина. Что-то, что-то тысяч 10, по-моему, где-то. Визу мне дали на месяц. Ну, это был мой первый шенген. Да, это был, это был мой первый шенген. Да, я еще первый раз вообще в Европу попал с камина, да. А вы записались в посольство липко? Да, да, да. Вообще, с посольством проблем не было, они у меня единственное, что почему-то старый паспорт запросили, и, ну, как-то все, ну, да. Пустой, старый у меня был. За сколько вы начали документы оформлять? Смотрите, у меня, я начал готовиться где-то в начале октября, а вылетел я, получается, 13 января. Два месяца. Но, опять-таки, когда вы подаете документы, вы понимаете, что есть там португальские праздники, то есть, вот, я немножечко переживал, потому что там было Рождество, вот, но мне как-то прям, прям повезло. Извините, что там есть машина. В маршруте, смотрите, я всем не советую идти из Пиритуал вне сезона, потому что там нету лодки. И вот эти вот 30 километров, которые вы вроде как должны плыть на лодке, там по красивым местам, собственно говоря, из Пиритуал, это такая некоторая аллюзия на то, как останки святого Иакова попали в Сантьяго до Компостел, и поэтому он плывется на лодке, потому что, собственно говоря, вот так оно... Да, мне все это время пришлось идти пешком. Это был город, потом снова город, потом была промзона, и, ну, в общем, это было 30 километров, это было все не очень красиво, и, ну, как-то вот... и плюс на куске из Пиритуал не было никакого муниципального альберга, которое было открыто вне сезона. То есть мне первая ночевка стоила 25 евро, вторая ночевка стоила 35 евро, вот, и, ну, в общем, как-то так. накачать сезон альберги, и это начинается какая-то гонка. То есть люди все подпрыгнули, пытаются успеть в дешевой альберги. А так ты идешь, ты никуда не торопишься, ты понимаешь, что тебя точно заселит, ты там можешь, там, посидеть, там, что-то посмотреть, кофе попить спокойно. то есть, какая-то такая история. А в октябре есть спад людей? Не знаю, не было. А палочки у вас какой фирмы были? Были они складные или нет? Палочки у меня были издаленно. Около, собственно говоря, у меня было половин, наверное, всего издаленно. И, в общем, под эту историю, ну, не знаю, что-то более серьезное, я смысла вообще не вижу брать. Тоже вы там? Да, 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 я просто закупил и все. То есть обратно вылетели уже с багажа? Да, 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 обратно. Я просто, обратно, я на самом деле купил чемодан, закидал туда вообще все и оно совершенно спокойно долетело. Вот. Ну, как бы у меня изначально был такой план. А вы достигаете свои цели или у вас по дороге цели изменятся? Ну, давайте так сформулируем. Я считаю, что, ну, у меня очень многое в голове поменялось и ну, понимаете, вы просто вы идете и каждый день у вас какие-то вещи происходят. то есть это вот реально, это, наверное, какое-то волшебство. То есть какие-то события, какие-то люди там вам встречаются, они что-то говорят. да, я достиг своей цели. Я, ну, как-то, ну, мне кажется, я стал каким-то другим после этой истории. И, в общем-то, я на самом деле всем советую, вернее, не так, я советую идти в камина, но, как бы, в тот момент, когда вы понимаете, что вам это важно, что вам это нужно, то есть, вот, вот как-то так, наверное. Пожгли бы вы еще раз в камина, если да, то каким-то футом. Да, я хочу, вот, который тысячи километров. А вы сказали, что поменялось в голове. Это, наверное, другая культурная среда? Нет. Нет, это, это, это не культурная среда, это, ну, просто, ну, скажем так, со мной происходили какие-то истории, какие-то, ну, просто я, я, наверное, не знаю даже, как это объяснить, но события, какие-то трактовки, то есть, у меня просто появились новые мысли в голове, которые, наверное, я раньше и знал, но я их вот не мог прочувствовать, а в камина я многое прочувствовал. То есть, понимаете, вот, ладно, такой пример, все мы знаем, что нужно там следить за своим телом, чтобы там ничего не болело, там не разваливалось, что нужно вовремя отдыхать, нужно вовремя есть. Мы это все головой знаем, только в обычной жизни мы это никогда не делаем. Там, у нас завал на работе, мы там забыли пообедать, там и так далее. А в камина ты как бы учишься, потому что, ну, то есть, делать это постоянно, потому что, грубо говоря, вот вечером ты пришел, ты там помазал ножки, потому что, если ты это не сделал, ты утром просто не встал и дальше не пошел. То есть, какие-то такие базовые вещи, которые мы головой понимаем, но что-то не делаем, в камина вот очень, очень остро чувствуется. А почему вы избрали Финистерова, а не Мушево? Потому что на Мушево мне не хватало одного дня. То есть, собственно говоря, вот это вот, что я начал травмироваться, она меня немножечко задержала. То есть, у меня был какой план? Я хотел вообще остаться на день в Сантьяго, там отдохнуть, и потом уже пойти на Фестеру через Мушево. Но в итоге я пошел прямо на Фестеру. И еще мне очень хотелось посмотреть город Порто, который я не успел посмотреть. И, собственно говоря, последний день я провел в Порто. Я просто сидел на площади перед собором. Сантьяго. Порто? Порто? Порто домой. А? Да. А обратно, да, вот так. Я сел на автобус из Фестеры до Сантьяго, и там пересел на следующий автобус до... Сколько это? Смотрите, из Фестеры до Сантьяго автобус шел где-то час, но он шел там с крюком или полтора, может быть. И два или три часа автобус. Сейчас там сложно, потому что реального времени там было два часа, но там... Нет, три часа. Но там еще есть разница во времени. В Португалии на час раньше, чем в Испании. Вы перешли? Нет, наоборот. В Португалии завтра. Там плюс один еще. А, ну может быть. Да-да-да. Я просто помню, что когда я выходил в Португалии, там в 7 утра у нас было уже 10, а... Вот. Как-то так. Изговоры вынесу всем на ломаном. Да? Ну, не на очень ломаном, но на таком. Not good. А? Да не очень удобно. Просто тут как бы человека ты начинаешь искать какие-то просто там похожие слова, объяснять, чем вот это вот копание, оно мне кажется лучше гораздо. То есть... Так, сим-карта тоже. Смотрите, я пользовался компанией Vodafone. Ну, то есть, как бы я сейчас не занимаюсь рекламой, просто это единственные ребята, которые были в аэропорте, и им не нужен паспорт. То есть, ты им даешь денег, они тебе дают симку, они тебя даже-даже... В аэропорте просто. Да-да-да, в Порту. В Порту. Денег она стоила, по-моему, 25... Да. 25 евро стоит сим-карта с лимитированным интернетом 10 гигабайт, и 35 евро стоит безлимит. Все. Как бы... Других тарифов нет. Женщины с вынимок и... Женщины, старики. Значит, смотрите, нет. Нет, вот, если честно, я больше даже как-то женщин видел, то есть, много вот компаний по поводу, ну, какой-то физической истории. Давайте так вот, от Сантьяго до Фестеры, ну, мы шли по одному маршруту с дедом из Аргентины, кажется. Он ел просто горстями таблетки, он спал в кислородной маске, но он типа шел. Он шел, при этом он там в обеде, не знаю, там, выпивал немножечко пивы и вечером еще... Все нормально. То есть, ему визуально было, наверное, ну, за 60 так уже прям очень хорошо, там как бы не больше. У вас была аптечка какая-то своя? Да. Да, да, да. Есть какие-то необходимые вещи? Я, понимаете, в чем дело, я, как бы, я боюсь давать советы по аптечке, потому что, как бы, я не медик, я... Нет, ну, каждый для себя сам. Я, да, да, да. Смотрите, у меня был концепт аптечки следующий. Я был готов оказать быструю, условно, какую-то помощь себе, чтобы там добраться до какой-то там аптечки или кому-то еще. То есть, условно, у меня там была перевязка, у меня был уголь активированный, у меня было так, чтобы мне там еще было... У меня был деклофенат, потому что у меня колено начиненное, вот, и у меня был еще троксевозин для... тоже для ног, вот. Но, опять-таки, мне это все, как бы, выдали ребят-медики, там, мои друзья, которые мне просто помогли собраться. Вот. Смотрите, рюкзак у меня весил в пустом состоянии порядка девяти килограмм, ну, я имею в виду без еды, воды и прочего. Еда, вода, ну, по-разному. То есть, с учетом того, что каждые, там, пять-десять километров можно попить кофе, у меня с собой был, ну, типа, там, литр воды, и все. То есть, если бы, опять-таки, в плюс сорок, я бы, наверное, с собой нес сильно больше воды, потому что, ну, как бы, я много пью, и... Да, вещей надо сильно меньше. Сорок-пятьдесят литров у меня был рюкзак. Ну, собственно говоря, это был рюкзак, который, ну, ну, скажем так, почти влезал в ручную кладь. В одном, там, есть, есть способы, чтобы, чтобы его пронести, вот. Нет, спальник я, спальник я купил в России, маленький, вот, вот такой вот. В рейтинге спальник? Нет, я брал, ну, как, на нем написано на плюс пять, но мне кажется, в плюс пять я в нем умер. Вот, поэтому... Ну, просто мне нужен был небольшой спальник. Вот, это, как бы, наверное, ключевое. Вот, как-то так. Федор, а вы съели торт в Сантьяго, когда паломники все едят, завершив свое паломничество? Не было торта. Нет, вы продаете, если есть пирог, специальности... У меня, знаете, у меня Сантьяго было очень смазано, я был очень уставший, мне хотелось заселиться, мне хотелось поесть и постирать вещи, потому что за три предыдущие дня не было ни одного места, где я мог постираться, и мне просто очень хотелось в альберге, и я просто пришел, постирался, там, что-то съел, поспал, и утром уже спокойно, мы там встретились с товарищем, позавтракали, вот, и я пошел на Фестер, а он там пошел, там, дальше куда-то, свой камина, вот, но вообще... Получается, в Сантьяго вы заранее бронировали уже? Нет, нет, у меня была бронь в порт на первый день и на последний день, и все. А билеты на автобус обратно, прям там? Смотрите, с автобусами, на самом деле, странная история, потому что я пробовал пользоваться, ну, какими-то сервисами для продажи, они давали какие-то очень странные билеты, там, с тремя пересадками, а тут я просто пришел на автобус, на вокзал, говорю, ребят, мне нужен билет, они говорят, через полчаса, я говорю, а есть, но попозже, они говорят, ну, вот есть там, типа, еще на три, на шесть, я говорю, давайте на шесть, вот, и, ну, то есть, все по месту, просто чуть-чуть дороже, чем у нас, вот. А можно договориться, а какие-то, по пути, есть точки, солидарные, или где билет, сеть можно сесть комфортно, в самостоятельном виде, у которых все живут? Ну, как съелочка у нас, как мне показывают. Ну, там... Ну, там... Стоянки или вес? Нет, там, нет, там, ну, там много кафешек, много каких-то там мест, альберги, там около, около церквей, да, там могут стоять, просто отдельной кабинки, ну, то есть, да, проблем вроде как не было. Страховку кушают на парни? Да, конечно, конечно, страховка обязательно. Ну, просто, если в Европе с тобой что-то случается, ну, как в любой стране, это очень, очень дорого. Вот, нет, ну, я делал базовую страховку, то есть, я там не делал, ну, я... Я не говорил, что я там... Активного спорта? Да, да, да. Ну, у меня как бы не было активного спорта, я вот шел по дороге. Мотивационное письмо, какое по объему оно должно быть? Ну, у меня получилось полторы странички, только там большая часть, это вот таблица там с днями, то есть, это вот... Ну, реально, как бы, не очень много, но потому что у человека, который... Его будет читать тоже не очень много времени. Ну, то есть, я бы текст укладывал, наверное, там, в лист А4, вообще, максимум. То есть, кратко, четко, что хочу, надо, все знаю, все понимаю. Так, все. Все, спасибо, что пришли. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Текст МРАВИТНЫ Продолжение следует...